Здравствуйте, друзья! Сегодня попытаюсь вам рассказать про удивительных животных, про филиппинских парусных ящериц, это Hidrosaurus postulatus, которых мы уже на протяжении ряда лет разводим на Бионтериальном центре. Вот у нас, скажем так, группа самец и две самки. Вот если вы обратите внимание, самочка беременная уже похудела изрядно, а вот она с дня на день отложит яйца у самца парус. Вот видите, рябинь становится в период гона, даже у самок, весьма фиолетовый. Самец становится практически весь, ну процентов на 80 фиолетовым. Ну вот, перелем примерно вот такой. Это обязательный минимум, то есть он метр 80 на 65 расстояния. Но лучше делать поглубже, вот, ну, собственно, пошире. Слой копры порядка, кокосовой копры порядка, там, 5-8, там, до 10 сантиметров. Ну и, собственно говоря, просторный бассейн, где они могут купаться. Слой воды, вот, не менее 15-20 сантиметров. Как видите, достаточно крупные коряги, вот, ну, то есть умеренно крупные, вот, для того, чтобы они комфортно себя чувствовали. Потому что ящерица ведет полудревесный, полуводный образ жизни. То есть они сидят на достаточно толстых ветках, расположенных над водоемом река-озера, там, что там, на Филипинах. Я, к сожалению, пока еще не был, скоро поеду, вот, и в случае опасности просто ныряют, собственно говоря, в воду. Стекла они моем целенаправленно, чтобы они видели перед собой препятствия. Уже имея чистые стекла, вот, как вот, ушиба хвостов, вот, они просто их не видят и, ну, собственно говоря, разбивают себе морды. Скоро они переедут на нашу, собственно говоря, базу, вот, за городом. Здесь у нас идет ряд модулей для полуводных животных. Вот, как видим, мы имеем достаточно просторный бассейн с хорошей фильтрацией. Здесь уже высажены, скажем так, растения, живые растения. Вот, естественно, здесь еще будут добавляться декорации уже из природных материалов, то есть бревна, коряги. Также, как мы видим, оборудована площадка для выгрева животного, куда она может всегда подойти и выгреться. Вот она, как раз в левом углу. Здесь, так как это животное, здесь животное влажного тропического леса, модуль оборудован автоувлажнением. То есть, вся эта система включается. Во-первых, она увлажняет растения, вот, в данном случае наши бромелии. Вот, заодно повышает общую, скажем, влажность, такой имитацией утренней, вечерней росы. Вот это, скажем, их обед на сегодня. Что мы здесь имеем? Клубнику, мандарины, персики, абрикосы, цветную капусту, это брокколи, да, по-моему, называется. Вот абрикос, говорил, и черешня. Ну, и, соответственно, яблоки и даже немножко бананов все-таки добавляем. Это больше как балластовый корм. И, естественно, помимо хрустов, идет салат из разнотравья. Лучше забирать сразу это все. Вот, очень хорошенькие яйца. Я плодное, я уже вижу отсюда, просто. Вот, все четыре облодных яйца. Ну, вот, наша красавица четыре яйца снесла, прошло минут 10-15, вот еще парочка. Но забирать яйца надо сразу, потому что вторая самка может, так как они сидят в группе, может их благополучно спушить. Вот, теперь, собственно говоря, укладываем наши, вернее, пополнение наше. Вот, 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 видим, как оно есть. Вот, с такими яйца будут немножко расти в процессе инкубации. Поэтому мы так их достаточно свободно на одну треть погружаем в вермикулит. Прошло 98 дней, с момента, как мы положили кладку 6 яиц, гидрозаврус постулатус. Вот, вот, и вот мы все-таки дождались. Вон он, первенец в этом году. Вот, с утра еще был в яйце, а сейчас вот уже вылупился. Сейчас мы его отсюда уймем. Они очень шустренькие, как видите. Вот, он там носится уже, может и не один. Поэтому мы очень аккуратненько его вынимаем и идем смотреть. Мы находимся в этом замечательном центре Бион с великолепными животными, великолепными условиями для их содержания. И находимся рядом с его главным работником, который работает и беспокоится в животных. Ну вот, как я уже говорил, через 99 дней вот у нас такое вот сегодня счастье. Счастье, вот это счастье у нас побежало. Вот, из вот этого вот яйца, он еще его пятеро друзей, а вот и родственников. Вот с этого яйца, вот он сегодня вот вылупился буквально несколько часиков назад. Я так думаю, что где-то часть, не больше, потому что с утра он еще сидел в яйце. Вот это вот яйцо немножко вот в мятинке уже имеет, значит, оно тоже скоро вылупится. Вот, может даже к утру они все повыпрыгивают. Вот, у них очень смешные лапки, когда, если получится крупным планом, возьми вот эти вот щиточки, вот, такие вот. Оно уже даже, вот не успела варить, а уже съесть хочет кого-то, кого-то это меня. Ну, а потом оно вырастет до метра величину и будет очень красивое. Вот только что мы выйдем, я снова открываю эту крышечку. И что мы видим? Мы видим номер два, который тут же выпрыгнул из яйца, и вот он тоже бегает. Вот, ну вот, с такой вот точностью можно предугадать. Уже два. Вот яйцо, которое только шел, вот он буквально в несколько минут прорезался, и, как мы видим, их уже двое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы подготовили террариум для наших малышей. Вот это гигиенический террариум, осталось, чтобы мы сюда только воды налить. Минимум оборудования, мы на него легкие. Вот, достаточно, так как это гидрозавры. Вот это полудревесные, полуводные ящерицы. Это достаточно просторный бассейн, но не глубокий, потому что это еще малыши, скажем так, чтобы они могли легко добраться до воды, но и так же легко выйти. Это небольшая, ну, удобная коряга в месте, ну, в точке выгрева, вот так как они любят сидеть на ветках. Лампа с ультрафиолетом и достаточно яркая лампа освещения. То есть минимальное оборудование, вот без всякого грунта, потому как первое время им надо будет находить насекомых, которые могут прятаться в грунт. Поэтому мы без всякого субстрата это все держим. Террариум небольшой, он большой на первое время им не нужен. Так как говорил товарищ Теккер в своем руководстве по террариуме, террариум должен быть не такой большой, как это возможно, а такой маленький, как это необходимо. Маленькие, и они уже побежали на свое место жительства. Я так думаю, с учетом их темпа просто, на месяц-полтора им хватит вот такого вот объема. Дальше будем, естественно, увеличивать им жилую площадь. Это наши малыши прошлого 18-го года. Вот, как видите, они уже достаточно крупные. Сейчас попробую, если он не сильно будет бояться. Ну, видите, то есть по сравнению с моей рукой, мы не делаем их специально, там, какими-то ручными. Вот, мы больше, как бы, блюдем за их здоровьем и, собственно говоря, разведением. Вот, сверху еще это, себе, так называемый, то есть это с одной кладки малыши. Это малыш со второй кладки, которые мы тоже, как бы, себе. Ну, и, судя по всему, судя по гребню, вот, уже, ему еще годика нету, ну, это будет самец. В рацион входит у молодых, примерно 50 на 50 растительный и животный корм, то есть, это фрукты, салаты и и прочее. А вот, ну, а животное корма, это сверху, тараканы, ну, и крайне редко мышатые. Они перепадают. Это наш малыш с 17-го года разведения. Вот, пейки оттерариум, опять-таки, достаточно просторный. Ну, как у нас не экспозиция, у нас лабораторное содержание. Вот, этому малышу неполные два года. Из клетки Т-4 обустроен бассейн с фильтрацией. Вот, небольшая коряжка и бамбуковая ветка, вот так, чтобы он мог себя там спокойно сидеть и чувствовать. Теперь, давайте пойдем посмотрим накладку, которая вот, еще и месяца не прошло. Вот, прекрасные 6 яиц, снесенные 22-го, 02-го, 19-го. инкубация у них обычно там, скажем так, неполные 90 дней. Вот, где-то к концу мая, к началу июня мы ждем уже вылупления новых малышей. Мы ждем кладку от второй самки нашей в ближайшее время. Поэтому, если хотите быть в курсе наших событий, подписывайтесь на наш ютуб-канал, посещайте наш сайт и, собственно говоря, страничка на фейсбуке Бион Террериум Центра тоже для вас всегда открыта. Мы всегда рады друзьям. Всего доброго вам!